Приветствую всех поклонников танков в сражении с Fightful Fire. С момента выхода патча 2.3 прошло уже практически 2 месяца, а значит пора уже рассказать про зенитку, у которой всегда будет больше наземных фрагов, чем воздушных. Все вы знаете, что я даю приоритет авиационным новинкам, и наземная техника обычно идет за ними, но порой получается так, что новая техника получается особо неинтересной, и я ее сторонюсь. Ну, сейчас так совпало, что пока срочных новостей нет, деф-блогов у нас тоже нет, и обсуждать особо и нечего. Поэтому возьмемся за некоторую наземную технику, которая появилась в игре недавно. Один из таких ярких примеров – SD-KFC 251-21. Это уже второй по счету немецкий бронетранспортер War Thunder, знаменитая машина второй мировой, и в данном случае это зенитка. Главная причина, почему я выбрал именно ее, послужили три авиационных пулемета MG 1501-15. Точно такие же можно повесить на четвертого Фридриха, только там их два. Впрочем, разницы между авиационной и наземной моделью нет. Подкалиберная лента все так же позволяет забирать легкие, и даже некоторые средние танки. В случае с Шерманом или Тричетверкой придется, конечно, подождать, пока противник откроет нам борт, а вот в лоб выцелить, к примеру, Тричетверку будет проблематично. Еще сложнее обстоит ситуация с тяжелыми танками. Мы их вообще не прибиваем. Максимум, что мы способны сделать, это сломать стол орудия и просто попытаться уехать. И, что самое интересное, у Ганамага нет вызова артиллерии. Если у предыдущей зенитки была эта возможность, ведь даже у следующей есть, а вот нас как-то обделили. Может быть, посчитали, раз мы и так уничтожаем танки, то зачем нам артподдержка? Ладно, обойдемся без нее. Все же три 15-мм МГ-хи действительно могут справиться со своими задачами, однако всегда стоит знать о минусах. В нашем случае это углы вертикальной наводки. Немецкие пулеметы не могут опуститься больше, чем на 3 градуса. Из-за этого нам приходится все время менять позицию. Обычно к этому моменту противник нас замечает и открывает ответный огонь. Хуже обстоят дела только с авиацией. Она нас может обстрелять под прямым углом, и мы ничего не сможем сделать. Потому что этот станок не поднимается больше, чем на 49 градусов. Благо, об этой проблеме знает далеко не каждый летчик, и авиация меня не сильно досаждала. Впрочем, броня ПТР защищает только от пулеметов, поэтому выживаемость немецкой зенитки напрямую зависит от боевого рейтинга противника. Если мы попадаем ниже своего БРа, к примеру, на 2.7 или 2.3, то шансы на выживание повышаются, а если выше, то, соответственно, снижаются. К примеру, легкие танки разлетаются буквально с короткой очереди, из-за нашей бешеной скоростерельности и хорошей баллистики. По ним можно стрелять даже с километра. Различные стеорты, БТшки и другие легкие танки очень быстро выходят в ангар. А вот что касаемо средних танков, то тут уже чуть важнее. К примеру, 3.4 можно пробить в лоб только в маску орудия, а затем подъехать ближе и попробовать уничтожить ее в борт. Пробивается она чуть выше катков, ниже под гусеничной полки. Единственное, нужно заранее просматривать местность в районе вражеского танка, иначе вы подъедете к нему в упор, а пулемет опустить не сможете. В таком случае лучше стрелять в район маски орудия и стараться выбивать экипаж. Шерманам намного легче. Американский танк просто прибивается в борт. Даже можете не прилагать особых усилий. Что насчет динамики, то немецкий бронетранспортер не быстрее среднего танка. Удельная мощность составляет 12,5 лошадиных сил на тонну, что не дает особой возможности для разгона. Это точно не гоночный итальянский болид R3-T20. Тут приходится думать, куда поехать и где занять позицию. Мне, как заедлому штурмаяку, всегда мешали зенитки, которые располагались ближе к центру карты, или даже возле союзного респауна. Именно такая стратегия и приносит фраги. Причем не только воздушные, но и наземные. Потому что если стоять на респе, как делают многие неопытные зенитчики, то авиация вас просто будет игнорировать и работать по другому флангу. В итоге, вы никого не собьете, так еще и команду свою не прикройте. Лучше всего, издеков и Ц-251 раскрывает себя как зенитка в симуляторных паях. Ибо там авиация стартует в начале миссии, и взяв засу, вы не чувствуете себя бесполезным. К тому же, в СП от лица наводчика имеется прицел, что добавляет антуража. Хотя, конечно, по большей части он мешает, чем помогает. В заключении, я могу сказать, что новая немецкая зенитка хорошо вписывается в сетап. Это грозное оружие в руках опытного игрока, потому что ЗСУ может бороться как с танками, так и с авиацией. Имбо ее назвать нельзя, потому что ее легко уничтожить, но в то же время это очень хорошая зенитка. Кому сильно досаждают самолеты, советую ее опробовать. С точки зрения истории, к 1942 году, из-за недостаточной эффективности 15-мм пулемета, немецкая авиация стала переходить на 20-мм пушки. В то же время, стала очевидной потребность вермахта в легкой ЗСУ, которая бы обеспечивала передовым подразделениям защиту от низколетящих самолетов. Поиски подходящей машины привели в итоге к полугосенечному бронетранспортеру, СДКФЦ-251, потому что немецкая промышленность не могла обеспечить производство необходимого количества ЗСУ, а бронетранспортеров было как раз таки много. Новая модификация получила обозначение СДКФЦ-251-21, ее производство начало с 1944 года. Всего до конца войны произвели более 380 единиц техники. Вот такая история. Я вас благодарю за просмотр, не забывайте поставить лайк и оформить подписку на канал. В описании вас ждут обучающие ролики по авиации и 3% скидка для покупок в магазине War Thunder. Ну и как обычно, я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.